Анатолий Сергеевич Вот что могу рассказать. В 1997 году при проведении одной из операций по борьбе с организованной преступностью в одном из западно-сибирских городов, в Сибирске, по-моему, это было в Красноярске, наши сотрудники задержали преступную группу и среди изъятых материалов и документов было программное обеспечение внедрения криминала во власть и правоохранительную структуру. Это был 1997 год, где очень подробно был расписан алгоритм действий, начиная от окончания школьного периода обучения, школы милиции, по другому направлению, через работу в общественных организациях, местные органы власти. И вот у меня, например, я глубоко убежден, что эта программа реализована. Сегодня криминал во власти. Это не значит, что все депутаты и все сенаторы преступники. Но среди них, уверен, есть те, кто по этой программе прошел во власть и правоохранительную структуру. То есть там такая четкая, умная, грамотная программа. Это программное обеспечение было. Это любой вот с криминалом, ну уже за пятнадцать криминалом. Ну конечно, для этого это целый комплекс воспитательных мероприятий, идеологических мероприятий, воздействия на молодых людей и так далее. То есть это уже как бы такая каста преступная готовится. Вот. По крайней мере, вот это не голословное заявление. Очень интересно. Но мы не будем печатать эту программу. Нет, мы не печатать. А что там было такого, что... А ничего особенного нет. Просто программа внедрения во власть и правоохранительные структуры для реализации преступных замыслов. Понял. А вот теперь представьте себе ту фактуру, которую мы имеем на сегодняшний день. В том числе вот по факту одного из кавказских кланов. Да. А... Вот это разве не похоже? Похоже. И прохождение последнего молодого Арашукова не похоже на реализацию этой программы. Очень. И по срокам, и по датам, и по методике все сходится. А так может быть надо было не ждать пока... Так и никто не ждал. Ну что вы? Вы думаете, кто-то ждал? Конечно же. Вы помните, проводили мы, начиная с 95-го года, проводили операции «Вихр» Да. Этнической преступности. Ведь практически мы вытеснили этническую преступность со всех российских регионов. Вытеснили, где она уже доминировала. А много вытеснили? Много. Очень много. Ну сколько? И это была... Сотни тысячи? Это была комплексная операция. Сотни тысячи? Все. Ну, я могу сейчас назвать вам. Ага. Но... Да, это были примерно трехзначные так... Ну что? Да. И надо сказать, что нам очень хорошо помогли другие силовые структуры, включая и вооруженные силы, главное разведывательное управление, которое нам давало хорошую информацию. И вот эти результаты были. Мы вытеснили их. И правда, не скрою, что эти высоты заняли, так скажем, славянские местные преступные грузировки. Но, тем не менее, этническая преступность была подвинута почти во всех регионах России. А вот, что же вы вытесняли, вытесняли, я извиняюсь, а все равно остались, Анатолий Сергеевич. Ну, вы знаете, это... Или это новые пришли? Я уже неоднократно говорю. Преступность как явление, любой из преступностей, терроризм как явление, его нельзя искоренить, понимаете? В жизни нельзя его искоренить. Но задача государства, задача правоохранительных органов состоит в том, чтобы уровень преступности, уровень терроризма понизить до так называемого социально терпимого, который бы не разрушал власть, не сеял недоверия к власти, не доводил людей до раздражения и паники. Вот в чем состоит. А преступность была. Отец Александра Македонского, Филипп, был убит от рук террористов еще за 40 лет до нашей эры. Но этот пример для того, чтобы подчеркнуть, что мы не можем это искоренить. И когда мы говорим, победим коррупцию, победим терроризм, победим преступность. Хрущев уже пытал победить и нам обещал к 80-му году показать последнего преступника. Но этого не произошло даже в условиях, так сказать, сплошного тоталитарного контроля и жесткого режима и диктатуры. пролетариата. И никогда это не произойдет. Но повторяю, опустить до социального терпимого, чтобы это были исключения, чтобы это был казус, чтобы это людей не раздражало. Вот наша задача. Задача, и главным образом, не только правоохранительный корпус. Задача государства в этом состоит. Вот рассказывать такую байку, что якобы, когда Бастрыкин и Чайка появились вот в тот момент в Совете Федерации, там как бы напряглись многие... Ну, это уже, знаете, я тоже читал все эти анекдоты, что там уже сегодня в московском комсомольце там уже сочиняют на этот счет анекдоты. Ну, да. Пописайте анекдот на последней странице в московском. Хорошо. Какой вам больше всего понравился? Анекдот? Да. Ну, на эту тему, когда учитель спрашивает у детей, какие вы знаете приметы у птиц, девочка говорит, если воробей в пыли, значит, там копошится, значит, будет дождь. Мальчик говорит, если ласточка высоко летит, будет буря, не скоро. Если низко, будет скоро. Третий мальчик говорит, а если Чайка на трибуне, то, значит, арестуют сенатора. Ясно. Но вот сейчас много, как вы, вот по вашим прикидкам, я... Саша, я не берусь, это очень такое рискованное оценочное оценка, экспертная, она очень рискованная, нельзя об этом говорить. Понял. Я не берусь даже называть эти цифры. Ну, есть. Но сам факт произошедшего, ну, и потом, ведь, вы хорошо знаете, я знаю, и все люди, которые знают. Мы знаем, как попадают люди в эти органы. И это не исключение. Мы знаем таких людей, которые, значит, там, не по своим моральным качествам и деловой репутации оказались во власти, а по совершенно другим обстоятельствам. Это же не секрет, и что, из этого и не надо делать никакого. Огласите, огласите весь список, пожалуйста. Вот. Ну, ясно. Это и для меня. Понятно. Ну, ладно, Анатолий Сергеевич, спасибо огромное, вот, что вы так вот откровенно нам рассказали, что есть методика, оказывается. Вот. Будем... Ну, по крайней мере, мы встретились с этим. Кстати говоря, Владимир Абдулевич Васильев тогда занимался, и вот как раз по его линии вышли мы на это дело. Ага, когда он был замминистра в Новом году. Да, когда он был первым замом и возглавлял главку по борьбе с преступностью. Понятно. Ладно. Все, спасибо вам огромное. И удачи, и здоровья, и удачи. До свидания. Счастливо, Антон Сергеевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...